Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казанцева. Что такое прошлое? То, что ушло безвозвратно и никогда не вернется назад? Или то, что живет лишь в памяти и мыслях человека, который умеет оборачиваться вспять и видеть исчезнувшее в тумане прожитых лет? Или, а может быть, друзья, прошлое никуда не делось, не улетело, не сгинуло, но просто сокрылось от нас на время? Ведь извлекают же из недр земли обрывки манускриптов и фрагменты драгоценной посуды, по которым археологи восстанавливают представления об эпохах, империях, о переселении народов. Так и прошлое может внезапно предстать в мельчайших своих деталях, очертаниях, звуках, даже движениях. Как предстает это прошлое в книгах Паратерея Артемия Владимирова, в которых он вспоминает прожитые годы. Это детство, студенчество, учительство и священство. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередную книгу отца Артемия, в которой он повествует о своей студенческой юности. Книга вышла в издательстве «Артес» и называется «Мой университет». По словам издателей, книга Паратерея Артемия Владимирова «Мой университет» может быть отнесена к мемуарному жанру. Она охватывает события с 1978 по 1983 год, проведенные автором на филологическом факультете в стенах Московского университета. Словесные портреты выдающихся педагогов и известных священнослужителей, оказавших на него доброе влияние, отражение идейных исканий учащейся молодежи и ее нелегкого пути к церкви, духовная атмосфера московских приходов и, наконец, драма искренней юной души делают это произведение интересным памятником уже ушедшей от нас эпохи. Книга написана в присущем отцу Артемию особом стиле, особым языком, который нельзя сразу не узнать. Его точно не спутаешь ни с каким другим автором. Этот особый стиль проявляется с первых строчек произведения. Вот автор пишет. «Позвольте мне, дорогие читатели, начать эту книгу воспоминаний с вопроса. Чем замечательна юность? Почему о молодости, особенно нашей собственной и давно ушедшей, мы размышляем нередко с оттенком смутной печали и сожаления? Печаль и сожаление относятся совсем не к юным годам, а к тому, что они ушли, растаяли, исчезли. Мне кажется, пишет отец Артемий, испытываемые нами чувства во многом объясняются следующим. В годы зрелости и старости мы начинаем ощущать свое тело. Оно дает нам о себе ощутительное напоминание. «Кто доживет до преклонных лет, тот узнает. А кто не узнает, пусть и не стремится узнать, а то скоро состарится». Юность тоже, по словам автора, прекрасна своей невесомостью. Ведь можно было прожить целый день и отойти ко сну, так и не заметив своего тела, не вспомнив, что душа-то у нас воплоти и соединена с нею неразрывными таинственными узами. Однако, говорит отец Артемий, я не прав. Студенты очень даже вспоминают о своем теле, когда к ним подбирается голод. Кто-то из моих знакомых предложил поместить новую статью определения в словарь иностранных слов под лексемой «студент». Студент — это существо, которое постоянно хочет есть. Но не будем ее, учащуюся молодежь, в этом упрекать, ибо организм студента растет, когда тот читает, и когда сдают экзамены, и когда спит, не видя никаких снов по причине дневного утомления. И все же ощущение бесплотности мы преимущественно испытываем в юности. Кроме всего прочего, юность, по мнению автора, замечательна еще одним, не подмеченным многими свойствам. Она удивительна цельностью своих нерастраченных сил. О, если бы молодежь это ценила и осознавала! Которые служат крыльями бессмертной человеческой души, всегда ищущей своего Создателя. Сохраненная невинность сообщает юному существу упругость и одновременно динамику мысли. Мысль молодого человека, едва лишь он завидит, хотя бы издалека, сияние истинных правды, любви и красоты, тотчас устремляется к ним. Она подобна оленю, который слышит шум горных вод, падающих с головокружительных высот в низину плодоносной долины и, набирая скорость, несется к водопою. Мысль добро настроенного студента-христианина – это стрела, во мгновение ока пересекающая время и пространство и падающая в царство вечности к престолу премудрости Божией. Сколько юношей и девушек, соприкоснувшихся через письменное наследие с русской и западноевропейской христианской культурой, обрели веру, умную и зрячую. Чертог науки стал для них притвором Божьего храма. А сколькими своими выпускниками Московский университет поделился с духовными школами Русской Церкви, где те обрели и педагогическое поприще, и священство как высшее призвание на земле. И, конечно, одним таким выпускником был сам отец Артемий. Отметив многими добрыми словами время молодости, автор приступает к описанию первых своих шагов к приобретению выбранной профессии. Очень живо он описывает свое поступление в Московский университет, свою робость, застенчивость, но в то же время и надежду, и желание поступить именно в это прославленное учебное заведение. И вот, что автор пишет, что побудило меня поступать на филологический факультет Московского университета. Ничего, кроме усердных самостоятельных занятий ангельским языком и еще неосознанной любви к слову. Но этого, конечно же, было недостаточно для штурма в конце 70-х годов XX века самого знаменитого вуза страны. Само слово «филология» вызывало в моем юношеском сознании образ заоблачного Олимпа, где мессмертные существа в белых одеждах разливают по чашам словесный нектар и под изысканные праздничные речи и тосты осушают их с тем, чтобы наполнять сосуды вновь и вновь. Случилось так, что я уже подал документы в Институт иностранных языков имени Мариса Торезы. Но в последний момент, вняв уговором школьной учительницы английского языка, очень меня любивший и нелестно высказывавшийся о тамошних нравах, внезапно переменил намерение. Забрав документы, я поехал на свой страх и риск в университет. Как далее повествует автор, на подготовку у него оставался лишь один месяц. Как-то, роясь в книжном шкафу у своих ближайших родственников, он вытащил из кипы книг пособия по литературоведению для поступающих в ВУЗы. Запечатлелась в памяти простецкая фамилия автора – Палкин. В этом эпохальном труде, типичным для советского времени, трафаретным, бесцветным языком, излагались секреты написания сочинений на расхожие казенные темы, ничего не говорившие ни уму, ни сердцу. Почему-то я более тщательно вчитывался в размышления автора о романе Горького «Мать». Это произведение я не взлюбил еще со школьных лет за лубочность и схематизм в изображении главных героев. Но все-таки оно сыграло свою роль в судьбе автора. Первым профилирующим экзаменом как раз было сочинение, на котором обыкновенно отсеивались не менее половины всех претендентов. Отец Артемий пишет. Дело было так. В запитую до отказа молодежью аудиторию вошел педагог и с таинственным видом распечатал конверт. В гробовой тишине он начертал на доске три темы на выбор каждому студенту. Моя память и доселе хранит их название. Философия человека и природы Валерики Лермонтова. Я сразу отвратился от такой высокой и непонятной мне материи. Другая тема также меня не воодушевила. Своеобразие сценического конфликта и особенности драматургического действия в пьесе Чехова «Вишневый сад». Как не наивен я был тогда, мне было совершенно ясно, что тема гиблая, как трясина. Ее, очевидно, подсунули специально для заваливания бедных абитуриентов. Зато третья тема, за ее суровую простоту и топорную однозначность, полюбилась мне с первого взгляда. Композиция романа «Мать». Не колеблись ни минуты и, призвав на помощь товарища Палкина, молиться Богу я еще не умел, ваш покорный слуга принялся за дело. Как сейчас вижу себя в белой, в синюю клетку рубашки, бодро спускающемся с верхних рядов студенческой аудитории к столу экзаменатора. Я протягиваю ему работу, уже переписанную на чистовик. Настроение было праздничное и даже несколько беззаботное, ведь у меня такой удивительный друг Палкин, подоспевший на помощь в трудную минуту. Не хотите ли еще раз проверить сочинение, молодой человек? Участливо спросил меня мужчина средних лет весьма приятной наружности, с волнистой челкой на лбу и добрыми глазами. Лихо отказавшись от предложения, я поспешил домой, на родимую остоженку, где меня ждала мама, приготовившая вкусный наваристый борщ. Что было дальше, сдал или нет будущий священник и учитель этот экзамен, читатели узнают, открыв книгу «Мой университет». Как отмечает епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, эту книгу стоит прочитать, конечно, не только тем, кто лично знаком с отцом Артемием, для них она будет, безусловно, особенно интересна, но и тем, кто ничего не знает о ее авторе, поскольку в ней отражена эпоха 80-х годов прошлого века, о которой мы сегодня начали забывать. Мне кажется, говорит владыка Пантелеймон, что этот труд будет интересен всем, кто задумывается о путях промысла Божия в жизни человека. Ведь все мы призваны, преодолевая скорби и трудности, подниматься к духовным вершинам. В завершении передачи хотелось бы поздравить Партерея Артемия Владимирова с Днем Рождения, который Батюшка отмечает сегодня. Думаю, к поздравлениям нашего телеканала присоединятся многие-многие зрители, которые любят и ценят книги Отца Владимира. Молитвенно пожелаем Батюшке новых, хороших и добрых книг. Ну и, конечно же, здравия на долгие-долгие годы. А я на этом прощаюсь с вами и желаю, как всегда, приятного и полезного чтения. Спрашивайте новинки церковной литературы в книжных, лавках и православных библиотеках. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok